привет вы на моем канале сегодня с вами говорим про вечернюю рутину что важно что нужно и самые самые простые вещи расскажу что делаю я чтобы грубо говоря спать хорошо и спать спокойно вы на моем youtube канале 30 плюс соленый и здесь мы говорим про вещи которые вдохновляют на долгую счастливую жизнь и самое простое что вечером важно делать это избавиться от накопившегося мусора и здесь мы с вами говорим про ведь телевидение youtube и информационные сети которые максимально заполняют очень много времени вечер обычно это прекращение любой работы время с близкими плюс ужин плюс удовольствие очень важно организовывать убирать пространство откладывать устройство в сторону для того чтобы переключить себя совершенно на другой лад вспоминать о положительных событиях тоже важно и вечером я пишу планы на следующий день и просматриваю планы на неделю так мне проще поддерживать свое эмоциональное и физическое здоровье про гигиену я говорила что ритуал очищение в конце дня там а элементарно зубы душ то все маска к кому как угодно и это супер важно когда мы с вами говорим про отдохнуть и расслабиться перед сном занимайтесь только той деятельностью которая вас успокаивает медитация чтение прослушивание музыки не надо вечером пить кофе и создавать какие-то проекты когда пора спать очень важно ложиться в одно и то же время и действительно это уже будет большим-большим бонусом если у вас так получается и скажу так что вечерняя рутина она помогает очень серьезно подготавливать наш мозг к последующим мероприятиям жизненным исключите еду хотя бы часа за три до сна и это не то что слово еда после шести не переваривать она отлично переваривается и желудок ваш не спит просто в этот момент организм может быстрее лучше за ночь очиститься и вы будете комфортнее спать перед ходом ко сну очень хорош горячий душ да кто принимает тот знает если вам тяжело засыпать в тишине то плавного погружения сон достаточно хорошие книги и еще один момент я скажу так что у нас есть утренние пике кортизола и лучше вечером его не поднимать и из разряда черный чай или какие такие вещи и еще действительно про кишечник я говорила что поддержка кишечника важно в течение дня и очень важно не допускать что вечером до выложились спать а за целый день не грубо говоря вы не ходили не в туалет никакие такие вещи не проходили освобождение многие люди не понимают почему бессонница бессонница бывает связано с и интоксикации человеческой если человек в течение дня не нормально питался не ходил в туалет вечером к сожалению бывают такие моменты перевозбуждения еще один момент вечерний это для нашего мозга очень хорошо работать с самым-самым главным это насыщением кислородом и исключите вечером кофеин чай кофе препараты содержащие кофеин мешает качественному отходу ко сну и это честно говоря очень часто стимулирует избыточную энергию поэтому если не откуда стимулировать то и соответственно и нечего и если день в соцсетях в каких-то таких моментах то конечно вечером нужно это убирать и помогают кстати вечером не только душ но и l-тианин гинкобилоба для засыпания очень классно работают также как скажу свою такую маленькую историю это работа с внутренними потребностями их и закрытия если в течение дня у вас закрыта потребность физики физическом физкультуре то вы себя будете лучше чувствовать и лучше спать плюс на вечер лучше не переносить всех возбуждающих добавок которые например в первой половине дня пьете там комплекс b там или витамин d ну в общем смотрите сами я говорю что в основном конечно лучше на ночь не загружаться то что нужно получить днем получаете днем и еще один лайфхак про вечернюю рутину это вечером начать какие-то такие простые вещи или чтение или музыка медитация то что погрузит вас в сон напишите о своих лайфхаках поделитесь ими и скажу так мои лайфхаки это йога и медитация вечером которые максимально помогают поддерживать собственные ритуалы и и соответственно чувствовать себя более комфортно подписывайтесь на мой канал пока пока